Дорогие друзья, всем привет! Я у мангала, я в лесу, классная погода, праздники. Ну, для меня всегда праздник, когда начинается лето, поэтому будь то майские праздники или какие-либо другие, не стесняйтесь, обязательно берите продукты и вперед на пикник. Главное, чтобы погода не подводила. У меня есть кусок вот такой вот лопатки, свиной лопатки. Безусловно, для русского человека, наверное, самое правильное мясо для шашлыка это свинина. Ну, скорее всего, да? И кто-то сразу же напишет, мол, шашлык лучше всего из шеи. Я с вами согласен полностью, что из шеи самый лучший шашлык. Но, как я не устаю замечать, я все-таки даю больше таких вариантов, когда у вас, например, нет шеи. В смысле, свиную шею вы не смогли купить. Лопатка тоже очень подходящий, а труп для шашлыка, просто он чуть суше. И поэтому к нему нужно больше внимания. Кусочки я всегда рекомендую резать небольшие, для того, чтобы шашлык быстро прожаривался. Жир сами смотрите. Если у свиньи оставить жир, то он будет таять, гореть. Нужно очень внимательно следить за мясом, который имеет куски жира, прослойки. Значит, у меня лопатка обезжиренная. Я ее нарезаю и сейчас буду мариновать. В маринад обязательно к свинине нужен лук. Без лука свинина, как курица без чеснока. Обязательно режем полукольцами. В принципе, когда падает соевый соус, это к дождю. Значит, режем произвольно. Быстро-быстро все сюда скидываю. Соли немного. Почему? Потому что мы сюда будем добавлять соевый соус. Соевый соус очень хорош для свинины в частности, потому что, на мой взгляд, ну, мне так хочется, во всяком случае, чтобы свинина не так сильно пахла свининой. Соевый соус проникает внутрь и позволяет ее слегка размягчить и придать ей особый вкус. Я обязательно добавляю сюда вустерский соус или ворчестер для пикантности, потому что он содержит гвоздику, она имеет такой яркий пряный вкус. Непременно сюда нужен будет чили перчик. Значит, кто не хочет, не добавляет. Я люблю поострее, поэтому я всегда в шашлык с свинины добавляю острый чили перец. Ах ты, блин, дождь капает. Давай, пойдем на машину быстрее. Черный перец, масло для ускорения всех процессов, растительное. И смотрите, что я отсюда добавляю. Киви. Киви – особый продукт, который используется для маринадов, для жестких и суховатых видов мяса. Вы можете что угодно мариновать с киви, главное, недолго. Потому что даже самое жесткое мясо через час у вас превратится в кашу. У киви очень сильный кислотный реагент, находящийся в нем вещества. На вкус он вроде бы не очень, да, кажется кислый, но тем не менее, не в кислоте дело, а дело в веществе, которое находится внутри. Я не знаю, как он называется, я только лишь знаю, что многие повара, да и многие из вас наверняка знают этот секрет, присутствие киви в продуктах, вернее, в маринадах, который дает тут именно такой очень сильный и размягчающий эффект. Смотрите, я люблю добавлять разные травки, муравки, значит, стебли сельдерея, все равно мы их куда-нибудь выкинем, когда-нибудь куда-то выкинем. Чтобы вот это все не выкидывать, я все отправляю к свинине. Укроп также режем, главное резать его не крупно, а мелко, для того, чтобы рвались перепонки вкусовые, чтобы лопались капсулы и выходил аромат. Именно аромат нам нужен для того, чтобы получить ту гамму вкуса, которая у нас присутствует в свинине. Так, теперь нужно все перемешать. Масло также не дает высыхать в свинине при жарке. Лук выжимаем. Киви одного достаточно, даже на большое количество мяса. Оно не даст столько сахара, как вы думаете, некоторые скажут там типа фрукты, дают сладость. Сладость тоже неплохо для мяса и для шашлыка в частности. Хорошенечко его разомните, все обваляйте. И если это свинина, то не больше 15 минут. Маринуйте, этого будет достаточно. Я вообще предпочитаю шашлыки мариновать не более получаса в среднем, но чаще всего мариную быстрее. Прошло 15 минут. Шампуры на готове. Аккуратно насаживаем свинину кусочек за кусочком, так, чтобы у нас ничего не болталось. Можно даже переворачивать во время насаживания сам шампур и насаживать то так, то так. Чтобы вам было виднее, как садится мясо и как выглядит у нас шашлык в сыром виде. Ну и, соответственно, как он будет выглядеть у нас потом в готовом виде. Все это будет понятно. Смазываем чесночным маслом. Я всегда настаиваю на том, чтобы все шашлыки смазывались чесночным маслом. Так они будут гораздо вкуснее. Несмотря на то, что масло капает и горит, ничего страшного в этом нет. Наоборот, появляется определенный вкус, аромат. Можно всегда это все переместить. Хоть у нас и к дождю дело движется. И он активно капает. Все равно успеем пожарить. Пожарим все. У меня, конечно, тика в тику я успел приготовить. Только-только шашлык. Значит, не забываем, что здесь обязательно должен быть острый перец. Смотрите, укроп. То, чем мы будем это все заедать. Зеленый лучок. И не забывайте про вкусный хрустящий хлеб. Я надеюсь и желаю вам, чтобы ваши праздники были солнечными. Чтобы не было никакой распогодицы. Чтобы у вас был вкусный шашлык. И самое главное, следите за моими видео. Ставьте лайки, комменты. В общем, приятного аппетита и хороших праздников.